Здравствуйте! С вами Марина Романюк. Смотрите в выпуске обзор главных событий прошедшей недели. Летний Аврал в Рязани стартовал масштабный ремонт теплосети. День семьи, любви и верности. В МВД монаши своих Петра и Февроню. За себя и за того парня. Родственникам рязанцев, погибших на Украине, вручили государственные награды. В Рязани начался капитальный ремонт магистральных тепловых сетей. На Первомайском проспекте заменят трубы протяженностью почти в километр. Всего в этом году трубы будут заменены на 10 участках. С самого утра на Первомайском проспекте настоящий Аврал. Меняют трубы теплосети протяженностью чуть меньше километра. Точно так же, как недавно ремонтировали на улице Трудовой. Срок службы новых теплотрасс порядка 25 лет. На данном участке будут проводиться работы частично с ограничением движения на Первомайском проспекте. Заранее жителей и водителей нашего города просим с пониманием отнестись к неудобствам, которые будут связаны с производством этих работ. Ограничение движения по Первомайскому проспекту запланировано с вечера 15 до утра 18 июля. По вокзальной с вечера 21 до утра 25 июля. Мероприятия по ремонту разнесены по времени специально, чтобы сильно не ухудшать дорожную обстановку на двух соседних дорогах. Всего в этом году ремонтируют 10 участков. И, кстати, территорию, где ведут работы, впоследствии благоустроят. Все неудобства для жителей исчезнут к концу июля. Все эти данные, капитальный ремонт последний на них проводился порядка 30 лет назад. Они ветхие и подлежат однозначно замене. В городе еще предстоит выполнить ремонт на 10 участках. Здесь будет вскрытие асфальтового покрытия старого. Будут вскрываться лотки, в которых лежит теплотрасса, плиты, замена изношенных элементов строительных. Значит, в тепловых камерах будет проведена тоже замена элементов, у которых износ уже аварийный. И будет демонтироваться трубопроводы старые и монтаж новых трубопроводов. Замена магистральных теплосетей в городе сейчас – это бесперебойная подача тепла осенью. Ремонтники обещают, что после завершения работ рязанцы смогут забыть о замене теплосетей надолго. Лет на пять, как минимум. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». 8 июля в России празднуют День Семьи, Любви и Верности. В православном мире вспоминают Петра и Февронию, чья история любви причастна к Рязани. Феврония родом из села Ласково. А наша съемочная группа в честь праздника познакомилась с семейными парами в погонах. На небольшой детской площадке семь ребят, но всего из двух семей, притом непростых. В одной – мама в погонах, в другой – отец. В этом месте в День Любви, Семьи и Верности они собрались не случайно. Праздник отдела МВД по Московскому району чествуют многодетные семьи. Такую небольшую, маленькую, приятную традицию ввели мы в нашем отделе. Поздравляем мы многодетные семьи в честь праздника. Всего в МВД по Московскому району семь многодетных семей. Однако на чествовании присутствуют всего две. У остальных не получилось. Дежурства, суточные. Работа такая. Мне хочется пожелать вам, вашим семьям побольше добра, любви. В ваших семьях пониманий самое главное. А понимание в семьях налажено. У Александра Тараканова четверо детей. Старший – 17, младший – 2. Конечно, работа в полиции накладывает свой отпечаток. Отец не всегда дома. Смены ненормированы. Иногда приходится задерживаться, иногда уходить раньше. Без этого самого понимания никуда. Александр работает в инспекции по делам несовершеннолетних. На дом работу не берет. Наоборот, в его служебных буднях семейный опыт только помогает. А так, конечно, проще. Потому что есть опыт воспитания внутри семьи. И на работе какие-то моменты есть, используешь. Стараешься помогать детишкам, которые находятся в трудном положении. Безнадзорным детям. Такие тонкие моменты есть. Внутри семьи складывается опыт определенный, который переносится потом на рабочий момент. А вот у Татьяны Москвиной ситуация иная. Здесь она, мама, которая часто оставляет своих детей на мужа. Двух девочек и одного мальчика. Муж поддерживает во всем, помогает, очень помогает. Наверное, самый лучший мужчина на свете. Таких, наверное, больше не бывает. Который, когда на смене, он меня заменяет детям и маму, и папу, и сестренку, и братишку заменяет. Он у меня на все руки и на всю душу. На вопрос о возможном пополнении семьи Татьяна ответила просто, как Бог даст. Ведь на самом деле не важно, сколько детей. Важны сами принципы взаимопонимания, любовь и поддержка. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. В Рязанском военкомате вручили государственные награды родственникам солдат, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Гвардии капитана Андрей Кириллин посмертно награжден орденом ЛНР, службы и храбростью второй степени. Ранее он был награжден орденом мужества. Ефрейтор Николай Яровой российским орденом мужества. Героями не рождаются, ими становятся. Два уроженца Рязанской области встали в строй этого нового бессмертного полка еще в марте и апреле. Гвардии капитана Андрей Кириллин и ефрейтор Николай Яровой погибли на Украине в бою. Для тех, кто знает, что такое терять боевых товарищей, эти потери еще один рубец на всю жизнь. Подвиг, ребят, будет увековечен. Всем ребятам будут установлены мемориальные доски на школу, где они учились. Будут открыты памятники. Я думаю, что на площади Маргелова, на нашем памятнике, на мемориале погибшим воинам-рязанцам, в локальных войнах будут увековечены имена наших боевых братьев. Ваша боль, наша боль. Родственникам геройски погибшего ефрейтора Николая Ярового в этот день вручили орден мужества. Мужика, как называют его сами военные. Родителям Андрея Кириллина точно такой же орден вручили ранее, а сегодня родственников гвардии капитана нашла награда от Луганской народной республики. Службы и храбростью второй степени. Во время произнесения слов поддержки и благодарности не смог сдержаться отец Андрея Кириллина. Эти мужские слезы, слезы сильного человека, прекрасно понимающего, за что и почему погиб его сын. У него была только одна просьба. Я прошу, единственное, дайте забыть, забыть ребят. О том, что будет участвовать спецоперация Андрей никому не сказал. С мамой Натальей Анатольевной последний раз связывался на 8 марта. Поздравлял. А вообще гвардии капитан Андрей Кириллин в то, что армия, его призвание, по словам мамы, решил сразу. Да, он хотел сам. И получается, что он попал в часть как раз Московской области, в Домодедово, в учебный центр, где призывники проходили учебу 3 месяца. Он их обучал именно связи. Обстоятельства гибели парней сегодня уже не так важны, как их вклад в освобождение от нацистов русской земли. Это наше общее дело, а родственников погибших ребят одних не оставят. Олег Артемов, заместитель военного комиссара Рязанской области, это твердо пообещал. Потому что наши своих не бросают. В пятницу 8 июля на улице, названной в честь погибшего при исполнении служебного долга сержанта милиции Евгения Коняева, состоялось открытие мемориальной доски в память об отважном милиционере. Улыбающийся парень на фотографии сержант милиции Евгений Коняев. Трагически погибший инспектор дорожного надзора. В органах внутренних дел служил 1972 года. И зарекомендовал себя самой лучшей стороны. Неоднократно участвовал в задержании преступников, награжден медалями. Евгений – один из немногих, кстати, кому выдали служебный одиночный мотоцикл без коляски и заднего сидения. Его бывший начальник Владимир Конкин вспоминает, что 30-летний парень управлялся с ним мастерски. 8 июля 1977 года он работал на посту. Вот там стоял пост двухэтажный. И на этом посту двухэтажном он работал. В конце работы, где-то после 16 часов, он решил проехать по Дягилеву, проверить тут. И вот он повернул сюда, на эту улицу Дягилевскую, выехал, увидел этих мотоциклистов. Они двигались вдвоем на мотоцикле с рюкзаками. И он их догнал, остановил. Они без шлемов. Попросил предъявить документы. И пассажир зашел сбоку, неожиданно для него произвел выстрел из самодельного малокалиберного пистолета. Если бы все сложилось иначе, то Евгений Коняев доставил бы этих мотоциклистов в отдел. При досмотре милиционеры нашли бы в рюкзаках у мужчин фонку и другие инструменты для взлома. А во время допроса узнали бы, что направляются преступники в Луховицкий район для совершения кражи. Но судьба сложилась иначе. По тревоге подняли почти весь райотдел милиции. Матерых преступников поймали через три дня. Стрелявшего приговорили к смертной казни. Его соучастнику дали 15 лет. За мужество и самоотверженные действия сержант милиции Евгений Коняев награжден орденом Красной Звезды по смерти. Его нам не хватает. Не хватает такого специалиста. Ему было всего 30 лет. Вся жизнь у него была впереди. Но мы помним о нем. А пока мы помним, он жив. Сегодня на улице имени Евгения Коняева открыли мемориальную доску за героизм и отвагу, за верное служение и чувство долга. Как пример тех качеств, на которые надо равняться. Валерий Седов, Герман Гущин, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. На этой неделе временно исполняющий обязанности губернатора Павел Молков на правительстве представил своего первого зама Артем Бранов из Саратова. Ранее работал начальником управления делами Росстата. А как известно, именно эту структуру возглавлял Павел Молков до назначения в Рязанскую область. На посту вице-губернатора Артем Бранов сменил Анну Рослякову. О том, каким будет функционал новичка и приоритетах правительства в работе, расскажем далее. Перфекционист. Так емко представил своего первого зама Павел Молков. Возможности Артема Бранова ему хорошо известны. Новый вице-губернатор был в его подчинении в Росстате. Поэтому беречь по функционалу своего земляка Павел Молков не стал. Доверил самое важное. Когда работал в МФЦ в регионе, сеть его через полтора года стала лучшим МФЦ страны. Выиграла конкурс. Артем Анатольевич, надо сразу включаться. Вникать придется в большое количество вопросов. Приоритеты мы вчера подробно уже обсудили. Темы самые сложные. От строительства ключевых объектов, инфраструктуры до аудита работы госпредприятий. Коллеги, я всех прошу оказывать максимальное содействие. Повсеместно отсутствие нормальных дорог, не самое хорошее качество питьевой воды в районах и проблемы с медицинской помощью в топе претензий жителей области. Это первые итоги поездок Павла Молкова, что называется, на землю. По всем обращениям без исключения должны быть ответы, заявил в Рио губернатора. Что же касается дорожного ремонта, то здесь Павел Молков обозначил основные приоритеты. Абсолютно все сразу сделать нельзя, как не хотелось бы. Поэтому прежде всего ремонт и реконструкция школьных маршрутов, ремонт участков дорог с высокой аварийностью, подъезды к социальным объектам, подъезды к различным предприятиям, ну и также те дороги, которые сами жители, в том числе и на встречах, вместе с администрацией выбирают как приоритеты. Из предстоящих проектов в дорожной отрасли Павел Молков отдельно остановился на строительстве нового путепровода в районе железнодорожного переезда в Рыбном, а также на возведении нового наплавного моста через Аку в Спасском районе. Причем мост этот должен стать всесезонным. А затем Павел Молков поднял самую животрепещущую тему – качество атмосферного воздуха. Разговаривал с руководителем Росгидромета, будем совместно с ним работать над повышением качества мониторинга воздуха, чтобы оперативнее реагировать на возникающие проблемы. И будем индивидуально работать со всеми предприятиями, организациями, которые могут быть причиной таких проблем с воздухом. Здесь, кстати, вот, коллеги, нет какой-то одной единственной проблемы, одного единственного источника, как мне изначально пытались сказать, что вот там вот корень всех проблем. Источников запахов разные, источники их много. И будем с каждым прорабатывать. А вот с хозяевами свалки в Турлатово, похоже, прорабатывать уже нечего. Наступает время репараций. До полного закрытия скандального полигона. Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков в своем телеграм-канале опубликовал рейтинг готовности губернаторов к предстоящим выборам. Павел Молков пока что его замыкает. Сразу скажем, мы не склонны доверять всем рейтингам подряд. Часто их используют как инструмент манипуляции. Но в данном конкретном случае нам кажется, что при составлении списка политологи опирались на субъективное мнение тех же местных телеграм-каналов. Чувствуется банальная информационная скудость. Первый стрим Павла Молкова с жителями области в этом смысле на некоторые вопросы ответил. Например, по стратегии развития региона и по ключевой на сегодня отрасли здравоохранения. Политические рейтинги – это всегда дело неблагодарное. Иногда их еще сравнивают с дышлом, которое можно поворачивать как захочется. Цепляться за слова – это тоже из арсенала политологов. Одна из претензий Павлу Молкову на вчерашнем стриме звучала так. Вы же обещали президенту предоставить план экономического развития Рязанской области. Где он? На что в Рио губернатор очень спокойно и рассудительно ответил. Направление известно, что с ними делать тоже. Здесь у нас три кита, на которых базируется, на которых основана вся экономика области. Первый – это агропромышленный комплекс. В нашей области он достаточно развит, очень неплохой задел, много сильных хозяйств. И сейчас нужно просто вот эту работу еще больше, развитие агропромышленного комплекса, еще больше усиливать, наращивать. Уже состоялось большое количество очень продуктивных встреч с сообществом, с руководителями этих предприятий. Есть предложения, которые мы уже начинаем реализовывать, меры поддержки, организации работы и прочее. А лозунг или как цель у нас можно сформулировать общую, как то, что каждый клочок земли в области должен обрабатываться и должен работать. Второй кит тоже очевиден. Это промышленность, фармакология и оборонка – те самые точки роста. Привлекательность для инвесторов сегодня – это не какие-то финансовые преференции. Главное – минимизация бюрократических проволочек. С ними в области перебор. А вот на чем нужно заострить внимание, так это на здравоохранении. Здравоохранение в ужасном состоянии. Система здравоохранения, организация здравоохранения не работает. При этом все держится, и вот низкий поклон врачам, которые обеспечивают работу и оказывают, продолжают оказывать медицинскую помощь жителям области. Но с точки зрения здравоохранения у меня огромные вопросы, огромные. От начала до конца. То есть системного взгляда у нас на систему здравоохранения нету, не существует. От профилактики, выявления заболеваний, от оказания экстренной помощи, от маршрутизации пациентов, понимания, кого мы лечим в регионе, а кого мы направляем в другие регионы лечиться, как у нас выстроена реабилитация и прочее, прочее. Вот этого стратегического видения нет. Свита, как известно, определяет короля. Наследие чиновников Малковы досталось, очевидно, не самое яркое. Действительно, внутренняя политика в каком-то анабиозе. Низкая официальная поддержка спецопераций на Украине, включая практически полное отсутствие информации об отправке гуманитарки. Малое количество общественных праздников. И здесь комнатные политологи в чем-то, наверное, правы, когда требуют от Малкова помахать шашкой и уволить всех подчистую. Впрочем, к формированию своей команды руководитель региона решил подходить взвешенно. Первое назначение Артема Бранова уже состоялось. И, похоже, долгосрочная перспектива работы сегодня для Павла Малкова имеет большее значение, чем какие-то рейтинги. «Я против революции, но за эволюцию». Эту фразу Павел Малков произнес применительно к предстоящим кадровым решениям. С жителями Рязанской области, временно исполняющие обязанности губернатора, в соцсети и в режиме онлайн провел самый настоящий душевный, откровенный разговор. Никакой предварительной подготовки, никаких специальных вопросов. Свой первый общественный стрим Павел Малков начинает прямо с ленты сообщений. Откровенно заявляет, нерешенных вопросов в области поднакопилось. Один из таких – электронные госуслуги. А ведь у Павла Малкова здесь пальма первенства. Самое интересное, то, что вызывает наибольшую гордость, это создание сети многофункциональных центров «Мои документы». Занимался этим проектом 10 лет. От одного из самых первых МФЦ в стране, которые строили у нас в регионе, где я тогда работал, до уже координации всего большого проекта с 2012 года, когда мы начали тиражировать эти практики. Когда создали 2700 МФЦ по всей стране и около 10 тысяч офисов оказания услуг. Вижу сейчас некоторые замечания по тому, как работает МФЦ Рязанской области. Для меня такое дело особой чести, чтобы наш МФЦ был лучшим в стране. Поэтому будем обязательно заниматься, будем выводить их на более высокий уровень. «Я против революции, но за эволюцию». Этой фразой Павел Малков отвечает на вопрос о смене правительства, но тут же добавляет. «Я пришел не обещать, а решать даже те задачи, которые не решал его предшественник». В общем, за себя и за того парня. Транспорт для Рязани – тема больная. Интернет-мем «Рязанский троллейбус» у в Рио губернатора вызывает сожаление. С отсутствием парковок в городе он будет разбираться предметно. Надо честно сказать, вопрос зачастую непростой. Найти место достаточно сложно, застройка плотная. Те места, которые еще остались, конечно, хочется использовать для каких-то общественных пространств. Сделать очередной парк, небольшой скверик. Но машины от этого, конечно, никуда не исчезнут, не денутся. Поэтому вот сейчас несколько таких перспективных мест, точек для строительства больших парковок в центре города мы в целом определили. Три Китай-экономики Рязанской области по Павлу Малкову – это агропром, промышленность и туризм. Здесь есть большие инвестиционные ожидания. Но наивысший приоритет все-таки здравоохранение. А вот здесь для улучшений, как говорится, поле непаханное. Рязанская область заняла 12-е место по продажам путевок в санатории на это лето. Но хотя бы здесь на уровне. Что же касается самой туристической отрасли, здесь при всей масштабности исторических и памятных мест дела не очень. Для Рязани современный внутренний туризм пока что вершина недостижимая. Сегодня просто поводить туристов по памятным, полуразрушенным местам уже мало. Нужна инфраструктура. А ее в области, по сути, нет. Об этом же говорил на своем первом общественном стриме в Рио губернатора Павел Малков. От сбора информации пора уже переходить к активным действиям. У нас совершенно невероятная земля. Очень богатая культура, история, огромное количество интереснейших объектов. Но здесь надо признать, что мы серьезно недорабатываем в этом направлении. Есть много всего, к чему с удовольствием приедут туристы. Но инфраструктура оставляет желать много лучшего, туристической инфраструктуры. Поэтому сейчас мы разрабатываем такие планы, инвестиционные туристические паспорта на каждый из интересных объектов. И будем привлекать инвесторов, будем работать по всем направлениям. Я надеюсь, что где-то уже к осени мы сможем организовать такую ярмарку для инвесторов в сфере туризма. Представить им все наши объекты и уже понять четкий план, как мы дальше развиваем это направление. По количеству исторических мест Рязанская область, безусловно, во главе импровизированного рейтинга. Вот только мало кто сюда едет намеренно. Понятно, что есть Константинова. Понятно, что есть Кремль. Но на этом, пожалуй, все. По словам экскурсовода Ксении Понадчевой, летом путешественников привлекают места отдыха с водоемами и лесами. Естественно, Константинова. Сейчас особенно приятно, конечно, в такую погоду посидеть на высоком берегу, в травке, отдохнуть, насладиться свежим воздухом. Это, да, самый, наверное, популярный маршрут. Ну и, конечно, маршруты, которые связаны так или иначе с Мещерой, с Рязанской. Потому что, безусловно, этот лесной массив очень популярен. У отдыхающих. Ну, хотя бы потому, что там действительно чистый воздух. Озера чистые, что немаловажно. Рейки. То есть, конечно, в ту сторону тоже очень много людей едет. Ну, благо, там есть где остановиться. Разные турбазы и так далее. Ну и вокруг тоже очень много интересных мест, если мы говорим про культурно-познавательный туризм. А что сегодня в этом плане может предложить сама Рязань? Облагороженных водоемов в городе раз-два и обчелся. Даже обычный ремонт набережной у Рязанского Кремля – история долгоиграющая. К сожалению, к большому у нас в Рязани есть проблема с водоемами. Потому что в такую жару, конечно, было бы здорово где-то на берегу реки посидеть, на набережной пройти, где-нибудь в тенечке. Но у нас с реками действительно проблема в Рязани. Мы, конечно, очень надеемся на то, что все-таки будут приводить в порядок территорию вокруг Кремля, в том числе набережную. Мы надеемся, что в скором будущем возможность такая будет – погулять именно по набережной, посидеть на набережной. Но пока сейчас, наверное, спасаться от жары, если только у фонтанов. А еще отрасли катастрофически не хватает информационного сопровождения. Например, элементарных карт или путеводителей. При этом областной туристический информационный центр вроде как есть. Но его функционал пока что незрим и непонятен. Один из любимейших народных праздников, который приходится на разгар лета – Рождество Иоанна Предтечи. Народном сознании Ивана Купалы приходится на 7 июля. Интересный образец иконы святого хранится в художественном музее. О лике, а также о приметах и традициях – следующий сюжет. Иоанн Креститель, известный также как Предтеча – знаковая фигура как в религии, так и в народной культуре. Согласно писанию, именно он крестил Христа. Рождество Иоанна Предтечи в картине «Мира православного человека. Событие ритуальное». Сюжету посвящено немало икон. И одна из них древняя и тем еще более впечатляющая представлена в постоянной экспозиции художественного музея. Это удивительная икона. Действительно, посмотрите, какой тонкий колорит. Плавные линии и утонченность пропорции фигуры позволяют нам отнести авторство к московской иконописной школе. Изображенная на иконе XVI века Секира напоминает об одной из проповедей Предтечи. Всякое древо, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Чаша с головой Иоанна Крестителя – предзнаменование его земного пути. Известно, что святой был казнен, ему отрубили голову. Именно этот сюжет встречается в иконописи гораздо чаще. Его мы видим, например, на иконе, датированной XVII веком. Находимся мы у картины, написанной Венчинцем Котеном. Это современник великого Рафаэля. XVI век. Святое семейство. Традиционная сюжетная линия, когда святое семейство представляет Иисуса Христа, его мать Марию и ее мужа Иосифа. Но здесь вы видите еще присутствие изображения младенца Иоанна Крестителя. А трактовка сюжета такова, пока после бегства в Египет святое семейство Иисус, Мария и Христос отдыхают на берегах Нила, по преданию Иоанна перенесли из пустыни туда ангелам. В дохристианской традиции славяне отмечали в этот день другой праздник. В честь божества летнего солнца купалы. Макушка лета – самый расцвет природы. Урожай собирать еще рано, а вот радоваться и прославлять по славянским верованиям причину жизни на планете Солнце – время самое подходящее. Во все времена праздновали широко и красиво, соблюдая волшебные обычаи. Плели венки, пускали их по воде, прыгали через костры, водили хороводы. А еще искали цветущий папоротник для исполнения желаний. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин